Я хочу со всей ответственностью заявить, что я люблю с детства Москву, я люблю российскую культуру, у меня в России очень много друзей, но личная неприязнь ко мне со стороны некоторых подонков, оборотней в погонах, по-другому их не назовешь, привело сегодня к тому, что избивает моих друзей за то, чтобы они на камеру наговорили на меня какие-то гадости. Не так давно для профилактических работ и для того, чтобы мне передали привет, чтобы я молчал, задерживали в одном из аэропортов Москвы даже мою родную сестру. Мои родители, которые всю жизнь были учителями, они стали свидетелями того беспредела, который творился у меня дома в Москве. Сегодня я вам хочу сказать, что эти люди, они не просто пытаются расправиться с Ренатом Усатым, они не просто вместе, уже договорившись, скажем там, с Додоном, начали разрабатывать какие-то совместные акции по уничтожению моего имиджа. Они сегодня пугают уже детей, которые являются студентами в Москве. У меня есть друзья, у которых дети учатся в России, которым приезжает один из негодяев из ФСБ и говорит о том, что так и так, передайте там папе привет, передайте там Ренату Усатому привет, как бы все это очень плохо закончится. Я хочу сегодня, чтобы весь мир и в первую очередь те, которым они каждый день писали все это время доносы, те люди, которым они отправляли материалы, которые просто вкладывались в существующие уголовные дела, для того, чтобы запачкать мое имя. Сегодня в пятой службе ФСБ России есть такой заместитель начальника департамента, генерал-майор Милютин Дмитрий Витальевич. Про него в интернете не так много написано, но могу вам сказать, что этот человек, если он дошел до того, что является генералом ФСБ, а кличка ФСБ у него мерзавчик, сами делайте выводы, что про него думают его же коллеги. Когда один из его лакеев, так называемый исполняющий обязанности Молдавского отдела Солоха Валерий Викторович, занимается тем, что избивает сегодня граждан Молдовы в Москве за то, чтобы добиться какой-то очередной грязи или фабрикации какого-то нового уголовного дела. Когда молодой паренек, который сидел у меня в предбаннике, а именно капитан ФСБ Максим Громов, сегодня каждый день, будучи чаще всего в нетрезвом состоянии, продолжает сегодня угрожать работникам полиции, конкретно Следственным департаментом ВД России, что есть санкции с самого верха фабриковать дела у Сатома и так далее. Но имена этих героев, и о них мы поговорим в следующий раз более детально, не хочу долго задерживать ваше внимание, сегодня привело к тому, что человек, которого при Плохотнюке все молдавские СМИ привязывали каким-то образом ко мне, к финансированию нашей партии, это Гриша Кармалак, которого больше знают как Болгар. Просто Гриша, каких шестерка, сегодня принимает участие во всех этих противозаконных действиях, мягко скажу это так. Я сегодня хочу заявить со всей ответственностью, что товарищи оборотни ФСБ, я не знаю, Гриша Кармалак, как к тебе уже обращаться, да, после того, как ты стал, так же, как и Горбунцов, вечным свидетелем и готов давать показания против кого угодно, писать что угодно, лишь бы сохранить свою необходимость служить этим негодяям. Вы перешли черту, начав репрессии, физические репрессии против близких для меня людей. Я со всей ответственностью заявляю всем вам, что если с данной минуты еще с кем-нибудь из близких людей, из сторонников, из активистов что-нибудь произойдет, вы за это ответите по закону. Вы за это ответите по закону, потому что тот беспредел, который вы творили и творите, он должен быть наказан. И вы будете наказаны. Я понимаю, что сейчас Милютин возьмет ручку и бумагу и начнет строчить очередной какой-то лживый доклад, так же, как после моей пресс-конференции, когда я призвал всех голосовать против Додона, что Усатый продался американскому посольству, Западу и так далее. Вот вся эта бредятина, которую вы подготовили в СМИ, то, что вы запугали Жириновского, некоторых политических аналитиков, вы просто сегодня сделали то, во что я, если честно, признаюсь, я не верил, что вы это сможете реализовать. Но мне абсолютно без разницы, что вы придумали и что вы придумаете и сфабрикуете дальше. Меня беспокоит то, что сегодня вы просто как негодяи-террористы начали уничтожать людей из моего окружения. Вы должны были все понять в 2018 году, что я не буду никаким ручным. Вы должны понять, что отправив людей в Молдавию несколько дней назад и кое-кого отправив сегодня ночью, якобы там для расправы со мной, у вас ничем не закончится. Я хочу вам сказать, что мы сегодня живем в 2020 году. И сегодня мне очень жаль, что многие сотрудники МВД в России, с которыми мы разрабатывали ни одну криминальную группировку, сегодня вынуждены молчать. Мы всю жизнь боролись с такими, как те, которые пытаются в последние дни на расстоянии тысячи километров запугать и избивать людей из моего окружения. И поверьте мне, что наступит день, когда вы в том числе и по закону в России перед судом ответите за все ваши и нынешние преступления.